Это эхиноцея пурпурная, цветок прерик. Внимание каждого привлекает этот яркий цветок, внешне напоминающий круглую ромашку, необычно яркого пурпурного цвета. Эхиноцея пурпурная происходит из прерий Северной Америки. Это многолетник, достигает от 60 до 100 сантиметров высотой, с довольно густой корневой системой. Стебель прямой, ветвистый в верхней части, слегка ребристый. Листья довольно крупные, особенно нижние. Цветочные корзиночки крупные, до 15 сантиметров в диаметре. Вначале почти плоские, а дальше слегка выпуклые. В полном цветении конусовидные. Язычковые цветки, пурпурно-розовые, на верхушке заостренные, до 4 сантиметров в длину. Трубчатые, красно-коричневые. Цветет эхиноцея с июля по сентябрь. Растения предпочитают глубоко гумусные, унавоженные, хорошо обработанные почвы. Не слишком увлажненные и солнечные места. Хорошо растет в полутени. У меня эхиноцея растет между деревьями и замечательно себя чувствует. Размножается семенами и вегетативно. Из семян высаживают рассаду в теплице или парнике. А в мае высаживают на постоянное место на расстоянии 35 на 25 сантиметров. Или корневище делят рано весной или осенью в начале октября. Очень любят забирать пыльцу, лакомиться нектаром. Разные насекомые, пчелки, шмели. Приятный аромат исходит из цветочков. Корневище делят рано весной или осенью, в начале октября. И сразу же высаживают в грунт. Для того, чтобы эхиноцея пурпурная обильно цвела, следует ежегодно вносить в междурядье навоз или компост. А в засуху увлажнять гряду. Растения выращиваются как декоративные, так и лекарственные. Препараты из растений обладают противомикробным, противовирусным, противогрибковым действием. В медицине применяют настойки, отвары, экстракты и эхиноцеи. Используется эхиноцея в декоративном садоводстве. Ее еще называют рудбекия пурпурная. Выращивают в миксбордерах или отдельными группами. Ценится за яркое и продолжительное цветение. Срезанные соцветия могут долго стоять в воде, не теряя декоративных качеств. Некоторые пчеловоды изготавливают настойку эхиноцеи на меде. Настойка эхиноцеи эффектна для лечения, а особенно в профилактике респиратурных, вирусных заболеваний. Изготавливается настойка таким образом. Одна столовая ложка сухого измельченного сырья, то есть травы, залить стаканом кипятка. Кипятить на водяной бане 10-15 минут. Настаивать до охлаждения, а затем процедить. Употреблять по 1,3 стакана 3 раза в день. Но перед этим нужно посоветоваться обязательно с врачом. Субтитры создавал DimaTorzok